Совершенствование должно происходить до такой степени, чтобы, где бы вы ни находились, вы бы выделялись. Даже если вы умрете, вы должны жить. Но когда вы живете, вы не должны быть мертвы. Есть много таких мудрецов, святых, которые жили настолько интенсивно, что спустя тысячи лет мы все еще не можем забыть их. С вами должно произойти так много, чтобы ваше тело, ум, эмоции, энергии не стали препятствием в вашей жизни. Только вчера один человек напомнил мне, даже я этого не осознавал. У меня был очень жесткий график в Соединенных Штатах и Великобритании. Я приземлился, пробыл в Ашраме всего один день, а затем сразу полетел в Австралию. Бесконечные перелеты. Я слег на один день с какой-то дурацкой лихорадкой, потом вернулся сюда всего на один день, затем отправился в Непал. Я был в походе к горе Кайлаш, трек по Непалу и трек к Кайлашу. И вернулся даже не на один день, а на полдня. А потом сразу началась компания Зов Кавари, в ходе которой я был в пятидневном туре по Индии, где, как вы знаете, пытался разобраться со всеми этими политическими делами для Зова Кавари. Я вернулся и в тот же день отправился на Зов Кавари. Я закончил с этим, вернулся сюда. Мы приехали 17-го. В 18-го рано утром в 9 часов я снова уехал на встречу в Бангалор. И это продолжалось, продолжалось, продолжалось. Я вернулся только вчера. И вот мне говорят, «Садхгуру, у тебя не было ни одного дня отдыха. Сегодня мой день отдыха». Чему вы хлопаете? С самого утра меня ждали горы документов. И вот теперь вы... Потом будут встречи и опять встречи. В 11 часов Калабайрова карма, ведь сегодня Махалая Мавасия. Это называется день отдыха. Итак, будет ли тело иногда жаловаться? Конечно, будет. Если ваше тело не жалуется, значит, вы им не пользуетесь. Да? Оно должно жаловаться. А вот вам жаловаться не нужно. Это все, чему вам нужно научиться. Для этого вам нужна преданность тому, что вы делаете. Если у вас нет преданности, то еще до тела начнет жаловаться ум, эмоции, все будет жаловаться. Нет-нет. Первым должно жаловаться тело. Это значит, что физически вы на пределе. В таком случае ум сможет принять немного более разумное решение. Как и вы, как и я, вы можете сделать перерыв. Это означает, что вы активны только до 12 ночи. Только до полуночи. После этого вы спите. В противном случае это продолжалось бы до 2 часов ночи. Вот что значит день отдыха. Если у вашего тела нет ощущения «жизнь тяжела» у тела, а не ума. Если ваше тело не чувствует, что жизнь тяжела, это означает, что вы не делаете ничего стоящего. Ваше тело должно постоянно работать на пределе. Оно должно чувствовать. Это сложно. Когда вы ложитесь спать, вы должны не засыпать. Вы должны умирать. Одна подушка, вот так. Нет. Вы ложитесь на камень и просто умираете. Вот какими вы должны быть к концу дня. Тогда на следующее утро ваше тело будто рождается заново. Но так... Нет. Вы должны обязательно чувствовать, что для организма это тяжело. Потому что такова его природа. Чем больше вы нагружаете тело, тем сильнее и лучше оно становится. Так что те, кто пытаются сохранить свое тело до лучших времен, не используя его, будут... Жизнь нельзя сохранить. Необходимо понять это. Можно сохранить мертвые вещи. Жизнь нельзя сохранить. Ее можно только питать и использовать. Если вы попытаетесь сохранить и спасти себя, это не сработает. Они без остановки забрасывали меня. Где же это было? В Бангалори или в Дели? Где-то там. Слишком много разной деятельности. Непрерывные встречи. И я сказал, я ухожу в отпуск на один час. Когда вы молоды, в вашей жизни не должно быть даже такого часового отпуска. Да. Иначе вы слишком быстро состаритесь. Да. Те, кто берут слишком много выходных, слишком быстро старятся. Когда вы молоды, не должно быть и пяти минут отпуска. Это не значит, что вы делаете то, делаете это. Это означает, что так или иначе вы постоянно совершенствуете себя. Либо с помощью внешней работы, либо с помощью внутренней. Но совершенствование должно происходить до такого момента, когда, где бы вы ни стояли, вы бы выделялись. Это не соревнование с кем-то другим. Ваша собственная жизнь должна развиться на полную. Не так ли? Вот эта жизнь должна развиться на полную. Не так ли? Это то, к чему стремится каждая жизнь. Это применимо не только к нам. Кокосовая пальма делает все возможное, чтобы стать хорошей, полноценной кокосовой пальмой. Такова птица, таков кузнечик, таков червяк, слон, таково все. Разве не так? Только человек постоянно сомневается, потому что он еще не научился управлять собственной мозговой деятельностью. Ваши мысли просто сбивают вас с толку. Даже самый простой вопрос, должен ли я стать полноценной жизнью или нет, стал предметом споров. И люди думают, что это интеллектуальное занятие. Да? Нужно или нет становиться полноценным человеком? Разве здесь есть о чем рассуждать? Здесь не о чем спорить. Так работает жизнь. Это должно стать полноценной жизнью. Если это станет полноценной жизнью, тогда что оно будет делать? Не имеет значения, что оно делает. Чтобы оно не делало, оно будет делать это очень хорошо. Вот и все. Что бы оно ни делало, оно будет делать это хорошо. Вот и все, что имеет значение. В мире важен не только какой-то один вид деятельности. Важен каждый вид деятельности. Если что-то сделано хорошо, это замечательно, чем бы это ни было. Кто-то подметает пол. Видите, они хорошо поработали, разве это не замечательно? Разве это менее важно работа, чем что-то другое? Итак, для того, чтобы смотреть на все одинаково, чтобы все время функционировать на полной скорости, вам нужна преданность. Нужен огонь преданности.